Крым и Россия стали единым целым, и вот это логичное их единство было, слава Богу, в 2014 году практически без пролития крови, без какого-либо насилия восстановлено. Это очень-очень хорошо. И очень хочется, чтобы таким же ненасильственным, таким же добровольным способом было восстановлено общее единство русского мира. Но, к сожалению, история учит нас о том, что великие дела очень редко в истории делаются без крови. Помните, Бисмарк говорил, железом и кровью. К сожалению, ничего в истории не меняется. Нужно стремиться, нужно стараться беречь каждую человеческую жизнь. Но то, что мы сегодня видим, происходит на Украине, к сожалению, ничем новым не является. Многократно в нашей истории такие трагедии случались. Случались они на территории Украины, кстати. И опять же, если вернуться уже к истории Украины как составной части русского мира, то мы с вами увидим, что война на Украине прекращалась именно в тот момент, когда Россия и Украина становились единым целым. Когда вот это логичное, правильное и, наверное, единственное возможное единство восстанавливалось. Поэтому очень хочется, чтобы как можно скорее хаос, война покинули территорию Украины, чтобы хаос вышел за территорию русского мира. И тогда, наконец-то, мы сможем спокойно восстанавливать большое геополитическое пространство, улучшать жизнь людей в полной мере, изучать нашу историю. И здесь, конечно, взаимоотношения одного великого народа и его составных частей являются, на мой взгляд, показателем того, как это должно быть на самом деле. Поэтому книга «Россия. Крым. История» мне бы очень хотелось, чтобы стала, может быть, первой книгой в серии. Потом, знаете, Россия, Украина. История. Россия, Молдавия. История. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, говорим «Крым», подразумеваем большой русский мир, говорим «Крым», подразумеваем Украина, говорим «Крым», подразумеваем восстановление геополитического пространства, на котором не будет войн, не будет каких-то межнациональных конфликтов, потому что это пространство будет объединено, потому что оно будет сильным, потому что враги внешние, которые сегодня довели Украину до гражданской войны и стараются этот пожар войны разжигать все сильнее и сильнее, больше у них этого не получится. Сейчас с введением санкций западных стран против России видные политики, экономисты и ученые стали говорить о необходимости выхода России из членства ВТО. Я понимаю, что из ВТО еще никто не выходил, но, может быть, России стоит создать прецедент. Спасибо. Я думаю, что сегодня совершенно очевидно, что вступление России в ВТО не принесло России ничего хорошего. Вот попробуйте найти хоть одно положительное явление от того, что мы туда вступили. Говорят, что мы там можем пользоваться инструментами, на кого-то в суд подавать. Что-то я не слышал, чтобы мы на кого-то подали в суд. Вот о том, что на нас собираются подавать в суд, это постоянно. Поэтому нахождение России в ВТО для России никакого смысла абсолютно не имеет. Совершенно четко. И если санкции, введенные в наш адрес, мы будем использовать как повод для выхода из этой абсолютно никчемной для нас организации, ну, я думаю, что это очень хорошо. Вообще, энергию противника использовать в своих целях всегда нужно. Спасибо нашим американским партнерам. Они сейчас помогли нам избавиться от засилия иностранного продовольствия, ну, хотя бы частичного, да, и помочь своим производителям, ну, и, в общем, получить некий козырь для улучшения отношений с другими государствами. Потому что сейчас он, Пакистан, хочет поставлять нам баранину. Очень хорошо, что он хочет поставлять баранину. Можем ли мы попросить наших пакистанских партнеров о чем-нибудь, открыв им рынок баранины? Можем. Попросим? Я думаю, что попросим. Ну, то есть появляются какие-то козыри. А раньше предмета для переговоров не было, потому что наши австралийские партнеры привозили к нам баранину, и ничего нам за это, вроде как бы, еще мы им должны были обязаны спасибо говорить или еще что-то. Большое, великое видится на расстоянии. И мы с вами, находясь в России, как бы, живя здесь, может быть, все величие нашей страны, все величие русского мира не всегда понимаем. А вот наши геополитические противники, которые борются с нами уже многие столетия, они видят, когда Россия опять становится сильной. Естественно, работают на опережение. Стараются уничтожить до того, как страна стала сильной. То же самое было в середине XX века, когда, собственно говоря, они увидели программу модернизации промышленности, пятилетки, коллективизация, все вот это пошло. Им было понятно, чем это закончится. Новые заводы, новое военное оборудование, рост уровня жизни и так далее, и так далее. Поэтому на опережение сначала принимаются планы пятилеток, и практически сразу, по историческим меркам, в Германии приводят к власти Гитлера, вытаскивают его из политического маргинализма, подчищают, как сейчас сказали бы имиджмейкеры, начинают с ним работать, он начинает какие-то костюмы носить. Посмотрите фотографии раннего Гитлера в шортах, да, в баварских. Нет, я понимаю, что это национальный костюм, но вы представляете, национальный лидер в шортах, коричневой рубашке и галстуке. Почитайте воспоминания, но я часть их вставил в книгу «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», но наделок был как клоун, там, оранжевый галстук, какая-то рубашка какого-то цвета, ботинки непонятно, ну, то есть вообще непонятно, что пьет сухое вино, сахар туда добавляет. Ну, простой как бы человек, ацахи, что называется, да, потом с ним поработали, и он стал уже приобрел определенный лоск, не стыдно ему стало появляться там у промышленников. Поэтому всегда стараюсь работать на опережение, и сегодня тоже. Поэтому санкции – это определенная высокая оценка движения России в сторону обретения полного государственного суверенитета. И вот то, что происходит на Украине, это тоже следствие того, что они не могут реализовать планы внутри России. У них не получается в границах России, значит, они начинают поджигать рядом. Как вы относитесь к выступлению Макаревича на Украине, на стороне армии украинской власти? Это сейчас обсуждают и осуждают многие. Ваше мнение? Ну, я хочу сказать, что вот вопрос лишения государственных наград, мне кажется, в данной ситуации, конечно, немножко неуместным. Потому что награды выдавались за одно, за какие-то определенные действия. Сегодня, конечно, Макаревич, на мой взгляд, потерял весь свой авторитет, который он наработал десятилетиями упорного, талантливого труда. И, с одной стороны, очень жалко. Но, с другой стороны, все большее количество людей в России прозревает. Потому что раньше они все нам рассказывали про свободу, про демократические выборы, про еще что-нибудь красивое. И нам, может быть, некоторым из нас казалось, что эти люди, они тоже мир оценивают практически как мы, но вот только они хотят чуть-чуть больше чего-то, чуть большего, чем мы в определенных сферах политических свобод, скажем так. А выяснилось, что если человек говорит одно, то он то же самое будет говорить и в других вопросах. То есть не может человек выступать на стороне Соединенных Штатов в вопросе оценки политики России, экономики, истории, а потом в сложный момент вдруг оказаться на стороне своей страны. Вот о чем идет речь. Поэтому те представители пятой колонны, которые есть, если они последовательно выступают на стороне США, они всегда будут выступать на стороне США и не России. И в данном случае жалко, что некоторые деятели культуры оказались в такой ситуации. У них, конечно же, есть право высказывать свою точку зрения, безусловно. Поэтому я не считаю, что нужно лишать каких-то наград. Но я хочу сказать, что у нас у всех тоже есть право высказывать свою точку зрения, в том числе в отношении их точек зрения, которые они уже высказали. Поэтому я думаю, что лучшим ответом на такие демарши деятелей культуры является не хождение на их концерты, не покупка их продуктов интеллектуального труда и так далее. То есть для меня они становятся нерукопожатными. Вот я с Андреем Макаревичем на одной сцене стоять не буду. Я и раньше не стоял. Но если судьба сведет, то отойду в сторону. Не могу стоять после этого вместе с ним. Руку тоже не подам. Не буду покупать его какие-то новые музыкальные произведения. Ну вот не буду и все, это мое отношение к этому. Но при этом я считаю, что государственная награда, которая у него была, ну пусть у него будет. Потому что нет ничего страшнее, чем отрицание какого-то человека своим собственным народом. Это самое страшное, что только может быть. И поэтому либералы всегда хотели, чтобы в России было гражданское общество. Давайте покажем, что гражданское общество есть. Есть отдельные либералы и есть гражданское общество, которое будет их игнорировать за то, что они говорят и делают в отношении каких-то вещей. Потому что Макаревич действительно перешел грань. Можно говорить, но открыто участвовать в информационной войне на стороне режима, который антирусский, который поддерживает нацистов, которые не просто говорят, а уже убивают людей. Это уже за гранью добра и зла. Я бы добавил немножко. По поводу свободы выражения. Недавно, вы знаете, Микки Рурк, такой известный американский актер, побывал у нас на Красной площади и в ГУМе купил майку с изображением Владимира Владимировича. Но после этого его продюсеру позвонили из Госдепартамента США и попросили не выражать свои чувства в отношении страны, с которой у Соединенных Штатов довольно напряженные отношения в последнее время. Давайте просто не будем уподобляться американцам. Мы живем, на мой взгляд, в более свободной стране, чем они. И, следовательно, мы должны уметь и прощать людей, не забывать, но спокойно к этому относиться. Вопрос в следующем. Последнее время в нашем информационном пространстве очень усиленно пошел крен в сторону того, что Путин якобы строит русский мир. Соответственно, я не буду здесь даже говорить про путинские реформы последних 15 лет, что именно русские в нашей стране вымирают, про реформу, скажем, образования Фуртинга, про реформы электроэнергетики Чубайса или, например, про посла Украины реформу социальную Зурабова. Я хочу поговорить, спросить, задать вопрос именно про русский мир. Соответственно, Путин сказал следующее, что если бы мы не присоединили Крым, то то, что сейчас происходит на Донбассе, было бы в Крыму. Я хочу спросить, мы именно поэтому Донбасс не присоединяем, чтобы там продолжали убивать женщин, детей и стариков, а про них он сказал следующее, что если их там начнут убивать, а сейчас их убили уже в количестве мирных граждан, мирных, не считая военных, 2000 человек, это только мирных граждан, женщин конкретно убивали, просто есть видеоролик этот знаменитый, где бомбой накрыло несколько женщин, их просто разорвало. Сколько еще их там надо убить, когда Путин обещал нашему обществу, 85 тем, кто за него голосовал, что мы вступимся, даже не будем присоединить, но вступимся за этих людей. Спасибо. Спасибо же за ваш вопрос. Наверное, на каждой встрече этот вопрос задается. И это действительно сегодня наиболее важная тема, наиболее животрепещущая. Ну, давайте теперь от эмоций, которыми вы по вполне понятной причине переполнены, отложим эти эмоции в сторону и перейдем в сферу реальной политики. А реальная политика такова. Она состоит из военной сферы, из экономической сферы и из географии. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь карту, наверное, видели? Представляете, что из себя, прошу за тавтологию, представляет полуостров Крым? Наверное, знаете, что на полуостров Крым есть всего две дороги, а дальше он со всех сторон окружен водой. Надеюсь, вы видели точно так же карту Донецко-Луганских областей. Скажите, пожалуйста, контроль над пространством Крыма и контроля Донецко и Луганской областей, они абсолютно одинаковы? Никакой разницы нет. Первый вопрос. Второй вопрос. На территории Крыма по договору с Украиной находились российские войска. Вы не подскажете, сколько российских войск находилось на территории Донецко и Луганской областей по договору с Украиной? Просто мне интересно. Я о таких вещах не знаю. Третий вопрос. Может быть, вы, конечно, не заметили, но, к сожалению, разрастающаяся гражданская война на Украине постоянно приводит к использованию все более серьезных средств обеими сторонами. Все начиналось с автоматов, охотничьих ружей, потом в ход пошла артиллерия, дальше системы залпового огня, танки, БТР во все возрастающих количествах. Скажите, пожалуйста, вы не заметили появление систем серьезного вооружения сначала у украинской армии, которая потом как-то очень активно начала делиться этими системами вооружения с ополченцами? Не заметили? Тоже вопрос. Четвертый вопрос. Введение вооруженных сил России на территорию другого государства означает войну. Вы, наверное, не знаете, что случилось после 1 августа 1914 года. А я знаю. Началась мировая война, после которой Россия была уничтожена, и фактически до сих пор мы все ходим по кругу, с которого мы свернули, на который завернули, в августе 1914 года. Пятое. Вы не подскажете, в каком из своих выступлений президент Путин сказал, что он введет войска обязательно на территорию Украины? То есть вы ведь вопрос задаете так. Пообещал и не выполнил. Нет? Я не помню такого выполнения. Он сказал, он попросил у парламента право на введение войска на территорию Украины для защиты. Это первое. Президент попросил себе полномочия на ввод войск для защиты мирного населения. Вы знаете, что эти полномочия у него были и до этого. Несколько лет назад парламент России принял решение, что президент может без, так сказать, дальнейших каких-то советов и вопросов к законодательным органам, он имеет право использовать вооруженную силу за рубежом. Шестой вопрос, или уже седьмой, я не помню. Вы не заметили гуманитарный конвой сегодня, который въехал на территорию Украины? Наверное, не заметили. Следующий вопрос. То народное ополчение, которое сегодня защищает Донецк и Луганск, оно тоже задает такие вопросы, которые задаете вы? Или эти вопросы задают только те, кто здесь стучит по клавишам и сидит на диванах? Вопросов очень много. А ответ на все вопросы один. Если вы хотите втянуть Россию в войну, у вас это не получится. Делаете ли вы это по дурости, делаете по корысти, делаете еще по каким-то причинам, неважно. Президент России и российское общество не желает, чтобы сегодня Россия оказалась втянутой в войну. Россия должна оказывать максимальную помощь населению и жителям Юго-Востока Украины. Любую, за исключением ввода войск на территорию Украины. Если вы хотите оказать более активную помощь, вам никто не мешает это делать. Ополчение принимается за ряды, да вы об этом? Пожалуйста, следующий вопрос. Как вы видите дальнейшую судьбу России и видите ли вы Россию как монархию? Я считаю, что монархические идеи это основная часть русского менталитета. Это свидетельство того, что есть определенные объективные вещи, с которыми невозможно не бороться, ничего делать не надо. Вот русский человек, причем вне зависимости от национальности, русский как человек русского мира, он в душе монархист. Поэтому генеральный секретарь, царь, президент, у нас всегда царь-батюшка. Это некий такой строй мыслей. Это присуще человеку русской цивилизации. Сегодня мы имеем определенным образом выстроенную политическую систему. В рамках этой политической системы введение монархии может быть сделано, на мой взгляд, единственным способом. Создается монархическая партия, она участвует в выборах, она получает большинство голосов, она приходит в Думу и инициирует определенным образом создание другой политической системы, которая будет уже монархией. И в этом смысле, если народ поддержит идею восстановления монархии или какую-то новую, не нужен референдум, Дмитрий, не нужен референдум. Если партия говорит, мы идем для того, чтобы восстановить монархию, она получает большинство в Думе, значит ее программа поддержана людьми, поддержана гражданами. Если дальше уже будет решено вынести этот вопрос на референдум, это вопрос уже следующий. Поэтому таким образом, между прочим, как показывает опыт, была восстановлена империя во Франции. Наполеон III сначала стал председателем парламента, а потом там произошел такой небольшой государственный переворот, когда они сами себя назначили императором, грубо говоря. Поэтому есть политическая система, в ее рамках можно двигаться в эту сторону. Единственное, против чего я всегда выступаю, против насильственных действий, которые приводят не к смещению какой-то персонали или еще, а к уничтожению страны. Вот нужно понять, сегодня на Украине не Януковича отстранили от власти, а уничтожили Украину. Уничтожили Украину как государство, которое существовало. Того государства, которое было до февраля 2014 года, больше уже не будет никогда. Ни в экономическом, ни в территориальном, ни в политическом, ни даже в ментальном смысле. Вот это нужно понимать. Боролись против Януковича, уничтожили свою собственную страну. Какими бы красивыми лозунгами это не прикрывалось. И в этом смысле мне хотелось вернуться к вопросу товарища, который так эмоционально говорил о защите наших соотечественников за рубежом. Сегодня попытки уничтожить Россию через свержение власти, через дискредитацию власти будут идти именно по патриотической линии. Либеральная линия себя изжила. Этот вариант государственного переворота не проходит. Поэтому сегодня будет накачиваться эмоциональная матрица именно под этим соусом. Не делается все, что должно делаться для защиты русскоязычного, русского населения там. Не вводятся войска. Если войска стоят, значит должны были введены. Если рано их ввели, значит рано. Поздно ввели, значит опоздали. Но что бы ты ни сделал, будешь всегда виноват. Первые же потери, которые, не дай бог, будут. Виноват кто? Виноват тот, кто ввел войска, верховный главнокомандующий. Мы все это проходили в 2014 году. Николаю II аплодировали, когда он вышел на балкон на Дворцовой площади. И все с энтузиазмом вошли в Первую мировую войну. Через три года считали его недалеким, неумным, неталантливым, а то и предателем. Благодаря информационной войне, которая была. Вот, собственно говоря, то же самое сегодня Запад попытается повторить внутри страны. Поэтому уж глупо наступать на одни и те же грабли. Поэтому сегодняшняя политика России мне представляется очень грамотной и взвешенной. И именно осторожной. И с учетом того, что, слава богу, нынешнее руководство страны прекрасно знает историю. А вот наш коллега, который вопрос задавал, мне кажется, что историю знает плохо. А почему вы игнорируете тот факт, что взамен того, что Хрущев подарил Крым Украине, он забрал плодородные земли Таганрога и, собственно, сам Таганрог? Я не очень понял, куда Хрущев забрал Таганрог. Вы не могли бы рассказать? Ну, вообще-то Таганрог когда-то основал Петр Первый. И мне кажется, что Петр Первый все-таки был русским императором, но никак не украинским. Поэтому вопрос о принадлежности Таганрога, он для меня совершенно очевиден. Таганрог – это крепость, которая была основана Петром Первым. Если Хрущев произвел какие-то перестановки, мне, кстати, об этом совершенно неизвестно, поэтому здесь комментировать сложно, но я не вижу никакой проблемы в принадлежности Таганрога России. И мне кажется, что все таганрожцы тоже не видят в этом проблемы. Вы, может быть, первая. Вы из Таганрога? Нет. Тогда прежде чем поднимать такие сложные вопросы, давайте спросим жителей Таганрога, как спросили жителей Крыма в марте 2014 года. Ну да, может, берлинцы еще к России захотят присоединиться. Еще небольшой вопрос у меня. Вот вы говорите, прагма, надо руководствоваться прагмой. Но ведь это чисто американская позиция. Америке выгодно разделять, например, властвовать. И еще такой момент, прагма противоречит гуманистическим ценностям. Так все-таки гуманизм или прагма? Вы простите, пожалуйста, что такое прагма? Это когда выгодно. Мне кажется, такого русского слова не существует. Но ведь вы говорили это слово. Я слово прагма никогда не использовал. Я говорил, что мы не должны ненавидеть наших конкурентов. Мы должны исходить из интернациональных интересов. И именно в данном контексте я произносил слово прагматичность. Но слово прагматичность в русском языке есть. А вот слова прагма в русском языке нет. Значит, мне представляется, что правильным для любого государства следующий постулат. Интересы данного государства должны быть превыше всего для правительства данного государства. Дальше возникает вопрос, каким способом преследовать эти интересы. Вот здесь начинаются нюансы. Например, русский мир приходит на новые территории. Англосаксонский мир приходит на новые территории. И дальше начинается большая разница. Куда приходили мы, ни один народ не исчезал. Все входили в состав Российской империи, Советского Союза. И плодились, и размножались. Численность всех народов, вошедших в состав Российской империи, только увеличилась. Никто не вымер, никто не исчез. Вы посмотрите, что случилось с народами, которые были присоединены в состав англосаксонских империй. Они были истреблены. И здесь речь не только об индейцах. Например, об оригены, Полинезии, Новой Каледонии и так далее. Вот того, что там в районе Австралии, условно говоря, находится еще несколько островов. Там просто в Британском музее головы лежат последнего представителя какого-то племени. Это как экспонат. То есть это разный подход. Давайте о хорошем, Николай Викторович, о том, как к России присоединялись другие государства. Вспомним 1654 год Переславскую раду и Бориса Хмельницкого, который выдвинул идею о присоединении Украины к России. Какой тогда была Украина в 1654 году? Это была Полтавская область, Черниговская и немножко земель рядом с Киевом. Все. За 300 лет пребывания Украины в составе России к ней превросло столько территории, которые превосходят. Причем подаренная она была царями, Лениным, памятники которого сносят, Сталином, ну и Хрущевым, конечно, маленький Крым. Но территория той Украины, которая получилась на выходе из России, она чуть ли не в 10, а может и больше раз превосходит территорию той Украины, которая была тогда. Да. И ни один народ, ни один этнос не был уничтожен, напротив, вся культура сохранилась. И как мы знаем, во что она сегодня, соответственно, превратилась? Такой вопрос. Мы говорили о победе в геополитической борьбе, в которую я тоже верю. Но для этого должно быть соблюдено определенное условие, что, например, на Украине люди, которые сейчас также зомбированы, еще более зомбированы, что как бы с ними нужно будет поработать. Каким образом это можно сделать? Потому что эти люди, они тратят, особенно молодежь, она тратит всю свою жизненную энергию на вот эти идеи. Воды зомбежек людей на Украине. Сегодня президент Порошенко, который по-прежнему остается олигархом, то есть это уникальный случай в истории, когда президент одновременно является мультимиллиардером-олигархом, сказал, что он потихоньку собирается все-таки избавляться от своего бизнеса. И при этом заниматься этим будет компания, подконтрольная Ротшильдом. Но суть не в этом. Суть в том, что он сказал, что я никогда не буду продавать пятый канал. То есть тогда лишь украинские люди смогут обратиться к своей национальной идентичности, когда их перестанут бомбить по мозгам при помощи телевидения проамериканского и американских телеканалов. Собственно, Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, так и сказала в интервью BBC, в интернете видео есть, можете посмотреть, что мы финансируем все украинское телевидение. Если вы обратитесь к той информации, которая написана в моей книге «Разруха в головах. Информационная война против России», там приводятся конкретные слова Олега Царева. Вы знаете, что это был депутат Верховной Рады. И он на факт показывал, что действительно за годы до Второго Майдана были внедрены специальные программы по воспитанию журналистов, которые бы специальную точку зрения доносили бы до народа. И все эти программы финансировались понятно откуда. Поэтому, на мой взгляд, тогда и только тогда люди смогут вернуть свою додентичность, когда они освободятся от этого ментального рабства. И даже простой пример рядом с нами в Финляндии находится. Съедите в Хельсинки, зайдите в книжный магазин, посмотрите, наверняка я у вас в Германии это же самое. Какие книги там лежат на полках, повествующие об истории России? «Проклятый Сталин», «Падение империи», «Ужасный Путин», там книжка Марии Гессен, еще что-нибудь такое. Вот ни одной позитивной книги о России нет. И вот именно вот эта массовая пропаганда, которая намного, за мой взгляд, страшнее, чем даже какая-то там советская пропаганда, которая ругается за неумилость. А вот такая массовая бомбежка по мозгам, она и помогает нашим историческим, скажем так, оппонентам достичь тех ужасных результатов, которые приводят к братоубийственной войне, в частности, на Украине. — Небольшая реплика. Дмитрий важную тему затронул. Дмитрий сказал, что президент-миллиардер-олигарх — это что-то новое в политике. Для Украины это норма. И предыдущий был такой же, да, да и к остальным, как говорится, много вопросов есть. Так что для Украины это норма. Что же касается вообще общей ситуации, то я сейчас был в Севастополе, там, например, очень интересные вещи есть. Прямо в самом Севастополе есть военный аэропорт Бельбек. Этот аэропорт использовался при украинской власти в качестве гражданского аэропорта. Летом осуществлялись рейсы. То есть его можно использовать. Принадлежит он Коломойскому. Он и сейчас принадлежит Коломойскому. Как бы в период недолгой независимости Крыма, я напомню, что Крым, по-моему, один день был независимым государством, потом состав России вошел. Вот, видимо, дел было много, забыли национализировать. Поэтому сегодня на территории России есть стратегический аэропорт, военный аэропорт, который принадлежит ярому врагу России. Этим интересные моменты не исчерпываются. В Севастополе есть судоремонтный завод. Очень старое, очень большое предприятие. Просто один факт. В 1941-1942 году, во время боевых действий в Крыму, там было отремонтировано 600 судов. То есть это очень серьезное предприятие. Сейчас оно, конечно, в менее хорошем состоянии, но тем не менее. Оно принадлежит Порошенко. До сих пор. Так что там все очень, так сказать, непросто. Но, конечно, здесь, мне кажется, нужно России определенные шаги осуществлять и такие предприятия просто национализировать. Поднять бумаги, за сколько они были приватизированы, ну и за те самые копейки вы их у этих владельцев и выкупите. Но этого пока не делается. Я думаю, что, конечно, вопрос с принадлежностью стратегических предприятий России должен быть решен. Никакие иностранцы, тем более враждебные России, не должны иметь права владеть такими активами.